Каждую неделю домов, которые официально признаются аварийными, в Ноябрьске становится все больше. И их жителям властью предлагают переселиться в маневренный фонд. Однако многие от этого предложения отказываются. Почему? И настолько ли страшен временный жилой фонд, как о нем говорят? В специальном репортаже выпуска. Эту двухэтажку аварийной признали еще пять лет назад. Жильцам предложили временно переселиться в маневренный фонд, однако до сих пор из 18 квартир свободны только две. Люди уже не обращают внимания на то, что сваи, на которых должно держаться строение, буквально выпирают из земли и проламывают полы дряхлой деревяшки. Привыкли и к треску расходящихся стен. И хотя весной дом вообще начинает ходить ходуном, съезжать во временное жилье отсюда никто не собирается. Я туда не поеду никогда. Туда зашел, оттуда не вышел. А вот соседи ваши тоже по этой же причине не переезжают? Конечно, вы как думаете? Пусть трещит. Но мы отсюда никуда не уедем. Переселить куда-либо из аварий и ветхих строений без согласия жителей невозможно. А среди них, во всяком случае среди подавляющего большинства, существует стойкий стереотип. Если попал в маневренное жилье, считай, поселился в нем почти навсегда, и на капитальную квартиру можно будет рассчитывать в последнюю очередь. Между тем, специалисты НГДИ уверяют, что эти страхи необоснованы. И на очередность в жилищных списках не влияет то, где человек живет – в разваливающемся сарае или во временном общежитии. Маневренный фонд – все-таки это временное жилое помещение, и заселение в него никак не сказывается на сроке переселения из ветхоаварийного. Если, например, гражданин подпадает под переселение в программах… Если его очередь дошла по переселению, мы его переселяем. Он может и полгода прожить в маневренном фонде. А есть граждане, которые живут с того дня, когда дом признан аварийным, например, в 2009 году признали аварийным, и они только сейчас получают у нас благоустроенные жилые помещения. Анна Георгиевна Контос на сегодня является одним из таких долгожителей временного фонда. Вместе с семьей на маневренные квадратные метры она перебралась еще в 2009 году. И надеется, что 2013-й для нее станет счастливым в плане переезда в собственную квартиру. Конечно, мы уже долго здесь живем. Долго? Да, мы до ремонта жили и переехали обратно после ремонта. А до этого жили мы в бывший детский дом. Но там совсем маленькие комнаты были. Конечно, здесь вода в комнате более удобнее. Сейчас Анна Георгиевна живет в общежитии на Советской. Условия здесь считаются самыми лучшими, а комнаты, к слову, самыми большими по сравнению с тем, что есть в других маневренных зданиях. А вот Мария Обозная радуется своей комнате, что находится в общежитии по республике. Здесь тоже, по мнению девушки, все очень прилично. Намного лучше. Вот здесь? Да. Да вы что? Да. Почему? Потому что там уже дом был аварийный. Во-первых. Во-вторых. Единственное, не для садковства, это общежитие. А так здесь тепло и уютно. Это общежитие, оно в принципе в среднем состоянии. У нас имеются общежития в отличном состоянии, более хуже. Но в основном весь маневренный фонд на территорию муниципального образования, он отремонтирован после капитального ремонта. Недавно совсем? Да, совершенно недавно. И отремонтированные места общего пользования? Полностью людей, которые проживали до этого в маневренном фонде, мы расселяли в другие жилые помещения маневренного фонда. И полностью проводили капитальный ремонт по всему общежитию полностью. То есть здесь ремонтировались и канализации, и полы, и стены. Претензии к ремонту в маневренных зданиях, конечно, есть особенных санузлам, и НГДИ их предъявляет строителям. Но все равно зачастую это жилье значительно лучше, чем даже простые старые общежития. В Ужиха, где треть всего жилого фонда уже признана аварийным, говорят, что в поселках много ветхих домов на два или четыре хозяина, которые подлежат сносу. Но из-за того, что какая-то одна семья боится переселяться в маневренный фонд, полуразрушенные домишки стоят. Справедливости ради, отмечают специалисты, к страху застрять в маневренных комнатах, добавляется и то, что иногда временное жилье предоставляется в дальнем или ближнем СМП. Там тоже отремонтированы бывшие детские сады. А еще людей пугает размер предлагаемых комнат. В площади, например, человек живет в трехкомнатной квартире, состав 7, там 4 человека, а под переселение предлагают все-таки площадь поменьше, ну метров 20 квадратных метров, и у людей некуда вещи. В результате, с одной стороны, сегодня пустуют 1200 квадратных метров отремонтированного маневренного жилого фонда. Это 74 комнаты. Причем свободные есть даже в лучшем общежитии на Советской. А с другой стороны, только в УЖХ заселенными остаются 483 аварийных дома. И что было бы, если бы жильцы всех домов вдруг решились на переезд во временное жилье? Ирина Потехина, Александр Иванов, Григорий Куроптик. Новости нашего города. К слову, для управляющих компаний аварийные дома – это отдельная и весьма болезненная тема для разговора. Ведь жильцы аварии к совершенно закону не платят за текущий ремонт. Между тем, пока в домах живут люди, коммунальщики обязаны поддерживать их в более-менее пригодном для жизни состоянии. А это вылетает в копеечку и управляющим компаниям, и муниципалитетам. Та же деревяшка по улице 60 лет СССР, о которой мы говорили в сюжете, на плаву поддерживается с 2008 года. К примеру, покосившееся крыльцо работники УЖХ заменили на новое в прошлом году. Еще одно придется ремонтировать в этом. А что делать с расползающимися стенами здания? Себе в убыток работаем на аварийных домах. Нам администрация гасит какую-то часть, а основное все лежит на плечах.